Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы делаем запись, которая называется «Жития святых во свете Библии». То есть из «Жития» берем отдельные места по определенной теме. Сейчас у нас идет запись о семье, как к семье относилось монашество. Итак, «Житие Иакова постника», 4 марта. Но зная бесовское причение, воздвигающее брань против плоти и боясь как бы от излишнего милосердия и соболезнования к женщине не привести свою душу к вечной погибели, в течение двух или трех часов держал свою левую руку на огне, с твердостью претерпевая боль, до тех пор, пока не отвалились суставы пальцев. Так Блаженный боролся с дьявольским искушением, чтобы от нестерпимой боли ни один нечистый помысел не пришел ему на ум. Увидав, что сделал святой, женщина пришла в ужас. Женщина, придя к церкви, исповедала все свои грехи пред епископом. Святитель, довольно поучив ее и видя, что она истинно покаялась, просветил ее святым крещением и отослал ее в женский монастырь. Так блудница сделалась невестою Христовую. Подвижническая жизнь святого Иакова так прославила его, что ради пользы душевной к нему приходили из двадцати или тридцати монастырей иноки и клирики. И не только духовные, но и множество мирских людей стали приходить к нему, получали наставления в добродетельной жизни и, сподобившись благословения и молитв его, возвращались со многую пользой для души своей. Когда осталась отраковица у святого Иакова, дьявол, видя, что святой находится в пустынном уединенном месте вдвоем с отраковицей, и, находя, что настало самое удобное время для его козней, воздвиг на подвижника бурю нечистых помыслов и скверного плотского вожделения, и так разжег его похоть, что святой муж тот самый, который раньше не мог быть уловлен прелечением посланной к нему самарянами блудницы, тот, который ради сохранения целомудрия и чистоты сжег на огне свою руку, тот, кто сотворил многие чудеса и изгонял бесов, тот сильно был разжен блудную похотью, что, забыв страх Божий и свои многолетние постнические подвиги и посланную ему от Бога благодать и силу исцелений, будучи уже в маститой старости, был побежден дьяволом и пал. Эта у родителей дочь была бесноватая, они привели, и он исцелил, помолился и бес вышел из нее. Но чтобы он обратно не вошел, они решили закрепить, оставили ее там. И он с этим согласился. И вот что из этого получилось. Он изнасиловал девицу, растлил ее и свое девство, и, осквернив тело и душу, погубил все свои прежние постнические труды. Недовольно было для него сделать один грех, и он прибавил к нему еще более тяжкий, подобно тому, как поскользнувшийся с горы летит вниз. Падая с камня на камень и разбиваясь, так случилось и со святым Иаковым. Совершив один великий грех, он впал и в другой, больше и лютейший, усугубляя беззаконие беззаконием. Враг возбудил в нем страх, и он стал размышлять. Девица теперь скажет своим родителям, что я насиловал ее, и будет мне стыд и поношение, и я буду в большой беде из-за нее. Поддавшись на учение Бесовскому, он убил неповидную девицу, думая скрыть от людей свой грех и избегнуть позора. Но и на сем не остановился, а еще более предался греху, ибо тело девицы, которое он осквернил и без милосердия убил своей рукой, не предал обычному погребению в земле, а бросил в реку. Таков плод горделивого самомнения, ибо если бы сей инок не считал себя святым и великим в добродетели, то не впал бы в такие лютейшие грехи, и не поругался бы враг над старостью того, кто в юности некогда победил его ухищрение. После сего дьявол стал низводить Иакова, как связанного пленника в последний ров погибели, в самой тяжкой из всех грехов, в каиного и иудина отчаяния. Старец, сидя в келье, не знал, что остается ему сделать. Сильно обличаемый совестью, воздыхая, предаваясь отчаянию, не смел он уже ни открыть уст для молитвы, ни обратить свой ум к Богу. Он задумал бежать в другую какую-нибудь отдаленную страну и, оставив иночество, поселиться в миру и на старости служить миру и дьяволу. Выйдя из пещеры, он быстро отправился в путь, гонимый и волнуемый отчаянием, как сильную морскую бурю. Спустя немного времени Иаков сотворил еще большие чудеса, нежели какие творил до согрешения. Я тут пропуски делаю многоточие. То есть он взял тело, ее бросил в реку и вода унесла. Не предал даже погребения. Три греха. Вот, а был бы женатый, своя жена, дети, ну ничего бы этого и не было. Житие Иоанна Прозорливого, 27 марта, цитата «Некоторый инок подвязался во внешней пустыне в пещере, питаясь трудами рук своих, непрестанно молясь Богу и преуспевая в добродетелях, сознавая себя человеком, проводящим жизнь чистую и добродетельную. Инок тот возгордился, стал считать себя человеком праведным и святым и думал сам о себе, что он никогда уже более не впадет в грех. По Божию попущению, к иноку тому пришел однажды поздно вечером демон, принявший на себя вид красивой женщины, как бы заблудившейся в пустыне. Мнимая женщина та, найдя двери пещеры открытыми, вошла в нее и, пав к ногам инока, умоляла его пустить ее в пещеру, указывая на то, что уже настала ночь. Инок, жалившись над женщину и тою, пустил ее в свою пещеру, не боясь соблазна, так как сильно надеялся на свои силы. Инок спросил пришедшую, откуда она идет и каким образом заблудилась в пустыне. Демон же, приняв образ жены, много беседовал с иноком, вызывая его на грех. Инок, слушавшийся вниманием, уже начал склоняться ко греху. После многих любодеянных разговоров и взаимного смеха, инок все более и более смущался мыслями. Пламя любодеяния разжигалось в нем все более и более, и он уже хотел совершить беззаконие. Как вдруг жена та, громко закричав, исчезла, как тень из рук его, и стала невидима. Тотчас после этого в воздухе был слышен голос многих бесов, смеявшихся над иноком и укорявших его такими словами. Возначащий себя будет низвержен. Ты до небес вознес себя, и потому теперь низвержен до ада. Видя себя осмеянным, инок тот впал в отчаяние и, оставив свою келью и пустыню, возвратился в мир. До такого падения не звело его высокое мнение о себе. Житие Афанасия Афонского, 5 июля. Цитата. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прельстился по искушению врага плотским грехом и совершил блуд. Сознавши затем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и, убедив не отчаиваться в человеколюбии Божьем, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнавший о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брата он укорял за то, что он осмелился совершить столь скверный поступок, нарушивший обет чистоты, а отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные и тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотревши на ропщущего, сказал, «Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья и грехи рассматривай, ибо написано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». С того времени по Божьей попущению невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжег огнем сладострастия плоть его. И Павел не имел покоя в течение трех дней и трех ночей, весь возгоревшись похотью плотского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу, зная духом об этом, преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плотской его страсти. Тогда Павел, упавший в ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в послушание его. Другой брат по имени Марк, уроженец Лампсакии, жестоко буревался такой же греховную плотскую похотью. Придя к отцу, он исповедал перед ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. Это все говорится о том, что с монахами было в этом вопросе. Вопрос 1815. Погасить навсегда в плоти похоть сразу ли удается подвижникам? Ответ. То средство, какое Бог дал, они отвергли, а пользовались примочками, страшным напрягом и в конце концов некоторые осознали, что здесь не будет им победы. Бытие 2.18. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. 1 Коринфянам 7.9. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 1 Коринфянам 9.5 Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и кифа? Тон речи оправдывающегося апостола говорит, что в невыгодном в положении упрекаемого быть может от других является неженатый, а как раз одинокий, к которому относятся слова Бога. Выдуманное монашество не могло по своему уставу принять к себе апостола Петра и братьев Господних, потому что иноки уже по ангельской шкале подвязались, и даже выше или ниже по схеме, схеме. Они потеряли власть иметь женой спутницу, потеряли по человеческим вымыслам. Псалом 118.13 Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Житие Луки, 7 февраля. Цитата. Ненавистник же добра, дьявол, хотя и всегда был побеждаем с ним храбрым воином Христовым, однако снова задумал воздвигнуть против него брань. Желая нанести ему оскорбление и зло, он своими кознями устроил следующее. По его наущению, из одного ближнего селения пришли к святому три женщины. С плачем и рыданием, припав к ногам его, они стали исповедовать свои тяжкие грехи и просить, дабы он со своим добрым советом и молитвой исцелил их души. Святой Лука, желая всячески избегнуть их до куки и устраниться от них, отослал их к иереям, так как сам не имел сего чина, но был лишь простым, непосвященным монахом. Однако женщины эти не послушались святого. И он услышал здесь от них исповедание самых ужасных женских грехов. Когда эти грешницы ушли, враг людей, ибо вот нечестивые натянули лук стрелу свою, приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правый сердцем, снова напал на святого скверными помышлениями и в умерщвленных членах его возбудил греховную брань. Дождем слез угасил пламень сей ужасной похоти и таким образом с помощью Божию стер главу адского змия. Многие, приходя к преподобному Луке по своим нуждам и нарушая дорогое для него безмолвие, докучали ему, и он задумал уйти в более пустынное место. Дальше я поясняю. Только по канонам соборов вселенских и поместных и по правилам святых отцов видно, как стонали монастыри. Сколько невероятных историй похоронено в пыли пустынь. Правила-то возникают не за столом у химиков, не в кабинете идеолога, а когда уже детище нахимичит, когда уже явно то, явно, то нужно принимать правила, менять статью в Конституции. Вот только всего лишь несколько правил против монашеской водницы, их консервации на емушеском ложе. Из монастыря не выходить. Четвертое вселенское правило. Четвертый вселенский собор, четвертое правило. Что же скажем о сегодняшних монахах и иеромонахах, которые живут в миру, живут совершенно мирской жизнью, только официально не женятся. Слово мужеложества сегодня им ничем не грозит, даже епископу. А во времена святого царя Юстиниана эта статья работала безотказно. Кастрировать и отрезать детородный член каленым железом на лбу выкровировали тавро, садомит и навечно заталкивали в рудники, чтоб белого света никогда не видел. Вот какое наказание было-то. Вот гей-парады-то где вы были. Это все истребил бы Юстиниан в течение одного дня. Вот еще одно небольшое восемнадцатое правило седьмого вселенского собора. Как прятать женщин, чтобы, упаси бог, епископ не положил на нее глаз. Не худое что-то, а просто ее лицезреть. Даже епископу нельзя. 1 Тимофея 3,7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания сеть дьявольскую. Но пребывание жен в епископиях или в монастырях есть вина всякого соблазна. Всего ради, если усмотрено будет, что кто-либо имеет рабу или свободную в епископии или в монастыре, поручая ей какое-либо служение, да подлежит эпитимии, закосневающий же в том, да будет извержен. Если и случится женам быть в загородных домах, и восхочет епископ или егумен путь творить там, то в присутствии епископа или егумена отнюдь никакого служения да не исправляет в то время жена, но да пребудет особо на ином месте, да коли последует отшествие епископа или егумена, да не будет нареканий. Я когда читал первый раз правила, и все мне казалось это вот прячут. Вот он приехал, а на даче там они убирают или что-то. Я говорю, епископия, их нужно прятать, чтобы он не видел. Вот как будто какой-то бешеный породистый жеребец, его с двух сторон держат, он легается, он видел женщину, всех разбросает и сейчас он ее уже обуздает. Ну правила-то по себе как раз и говорят, что она ему нужна, эта женщина, что ее прятать-то? Ну и женился бы, апостолы были женаты, придумали, епископам нельзя жениться. Выдумки все, и на этой выдумке сатана сегодня их гробит. Вот это голубое лобби, вот это вся безобразная эта бакханалия их. Апостолы же были женатые и жены с ними проповедовали. Что-то схожее есть тут с Евангелием и с тем, что есть у монахов ныне? Наказание против монахов, вступивших в брак. Шестое Вселенское правило, 44-е правило. Правило Василия Великого. Правило Василия. Шестое, восемнадцатое, девятнадцатое, шестидесятое. Антиохийский собор. Девятнадцатое правило. Гангерский, десятое. Если кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над браком сочетавшимися, да будет подклятвою. То есть, если скажут, а, ты жену имеешь, какой ты верующий, подклятвою, то есть проклятие ему за это. Это правило никак не могло работать, ибо превозношение над браком дано в самом ангельском, в кавычках, чине монашества, в словах блаженного Августина о тусклых звездах семейной жизни. Это равнозначно тому, чтобы член партии не считал себя в более выгодном положении, чем несостоящий в партии большевиков. То есть я делал такое сравнение. Августина не зря привел, он об этом говорит. Вопрос 1816. Относительно женщины, как вести себя? У других народов есть строгие предписания. А как у современного христианина должно быть, чтобы она ходила под твоей властью? Это мне вопрос задают такой. Ответ. Жалоб по этому вопросу столько же, сколько семей. И жалоб в семье столько, сколько часов в сутках. И сколько существует дел, слов, встреч. Везде жена желает быть во главе. Семья – это борьба за лидерство. А этого не должно быть. Лидер – муж, закон на порождении, он есть узаконенная иеговой глава. Конечно, есть такие неисправимые жены, которые такими и останутся. Их не переучишь и не переубедишь. Сирахов, 25, 24, 29. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое, лицо печальное, рано-сердечное, злая жена. Опущенные руки, расслабленные колени, жена, которая не счастливит своего мужа. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода, не злой жене власти. Если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей. Житие Исидора Пелусиотского. 4 февраля. Цитата. Если же хочешь быть в почтении у женщин, а всем в особенности должен заботиться духовный муж, то не имей с ними содружества, и тогда ты будешь у них в почести. Ибо тогда это наипаче делается возможным, когда всего менее сего ищем. Человеку обычно пренебрегать теми, которые ему услуживают, а благоговеет при теме, которые не льстят. Всего же более сему недугу подвержена женская природа. Женщина, когда ей льстят, не сносно, а всего более благоговеет и приходит в изумление при теме, которые ведут себя с нею свободно и повелительно. Женский характер, как описывает хорошо. Вопрос 1817. С какого образа замужней женщины может быть пример в житиях? Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Ответ Таких много, но есть особо удивительные, чистые и искренние. Деяние 18.26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. 1 Петра 3.7 Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Самое главное препятствие в молитвах. Вот почему с женами нужно благоразумно обращаться. Потому что молиться надо вместе, а как молиться, так это по разным углам. Прича 31.14 Она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой. Песня 8 глава 10 стих. Я стена и сосы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшие полноты. Жития Адриана и Натальи 26 августа. Цитата. Войдя в темницу, блаженная Наталья припала к ногам мужа своего и облобызав его оковы, сказала «Блажен ты, господин мой, Адриан, так как нашел такое сокровище, которого не наследовал от своих родителей. Так благословится человек, боящийся Бога. Поистине, господин мой, ты теперь в таких юных летах своей верой во Христа собрал такое богатство, какое не приобрел бы даже и на старости лет». Оставаясь в эллинском заблуждении, Адриан сказал ей «Теперь ступай домой, сестра моя, и спи спокойно, а когда узнай о времени, в какое нас выведут на мучение, я извещу тебя, чтобы тебе прийти и видеть нашу кончину». Он удивлялся каковым таковым словам молодой жены, недавно вступившись с ним в брак, так как прошло всего лишь тринадцать месяцев со дня их венчания. Видя великую скорбь жены своей, Адриан, стуча в дверь, начал просить ее, говоря, «Отвори же мне, госпожа моя Наталья, не убежал я от мучений, как ты думаешь? Нет, не мог я так поступить, я пришел взять тебя с собой, как обещал, чтобы тебе видеть нашу кончину». То есть его выпросился домой, пошел, тут я отрывками делаю, и она когда увидела, что он идет, она заперлась и не пускает. «Я знал, а вы вся ваша родня такая гнилая». И он стал убеждать, и на время отпустили, Наташа открой скорее, тут хотел распоряжение отдать, куда имущество деть? Не веря его словам, Наталья с упреком продолжала говорить ему, «Вот как обманывает меня преступник, вот как лжет второй Иуда, отойди от меня, чтобы не убить мне тебя». Ох, как разошлась! Блаженный Адриан был молод и нежен телом, ему мало лишь 28 лет от роду. Вместе со святой Наталью были и другие благочестивые жены, которые прислуживали святым, прикладывая к их ранам целебные лекарства и делая им перевязки, разделив при этом между собой мучеников так, чтобы каждая могла послужить своему всяким за ним уходом. Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в темницу и прислуживают узникам, прикладывая к их ранам лекарства, нечестивый царь запретил их допускать туда к узникам. Видя, что Наталья остригла на голове свои волосы, переоделась в мужское платье и, войдя в темницу в образе мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому Андриану, но и всем прочим святым мученикам. Благочестивые женщины, узнав, что Наталья в мужском одеянии служит святым, по ее примеру также остригли волосы на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему входили в темницу и служили святым. Умоляю тебя, господин мой раб Христов, сказала Наталья, пока ты еще жив, протяни руку свою, чтобы отбили ее, и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками, которые более пострадали, нежели ты. Она добилась того, там заплатила золото, чтобы ее, Адриана, первого казнили. И ты там будешь на небе, а другие будут позже казнили, и ты их там принимать будешь. Это вообще. И на наковальную руку ему держи, бей, отбили руку, он сознание теряет, а она его, ну очнись, потому что бессознательный это труп. Скорее, клади вторую руку, ты за вторую руку награду получишь, вторую отрубили, она опять теребит. Адриан, открой глаза, ну ты же в сознании, ноги подставляющим, отрубите ему еще ногу, он за ногу получит. Это вообще даже фанатичкой нельзя назвать. И руку одну выкупит, и под подушкой будет держать. Вот все Наталии, какие есть сегодня, они в честь этой Наталии названы. Марии там около сорока, наверное, как Иванов, а Наталия одна только. Святой Адриан протянул к ней свою руку, а она, взяв ее, положила на наковальню. Мучитель, ударив сильно по руке, молотом, отсек ее, и тотчас Святой Адриан предал душу свою в руки Божии от великих страданий. Вот как. Это я в книгах, это мои стихи, после каждого вопроса стихи. Вопрос 1818. С какого образа могут наши сестры брать пример для себя сегодня? Опять ответ. Конечно же, не с Марией Египетской. Во всем можно подражать Марии Магдалине. Притча 31-14. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Житие Марии Магдалины. 22 июля. Цитата. Особенно замечательно при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов, до того, что, когда почти все и апостолы, несмотря на обещания свои умереть с Господом, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали Матфея 26,56 и скрылись, Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего участия к страдавшему старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. В утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего, первой из всех учеников и учениц Его. И в первую же. И первая же по непосредственному повелению Господа сделалась вестницей проповедницей для них воскресения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христова всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христова самим апостолом. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы церкви проведят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость проведения Божия. Жена учит святой Григорий Богослов. Из уст змея приняла первую ложь. И жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину, дабы чья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющие счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа не могли оставаться спокойными на одном месте. И переходя из дома в дом от одних учеников Христовых к другим в чистоте, простоте, глубине и крепостью любви к своему исцелителю и учителю восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие. Христос воскрес! Воистину воскрес! Таким образом, ревностную, бесстрашную проповедью о Христе Спасителе святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа воскресшего в Италии и в городе и в городе Риме и при первом посещении Рима апостолом Павлом и после отбытия его через два года оттуда. Кроме предания, свидетельство об этом можно видеть в характерном привете святой Марии апостолом Павлом в послании его из торгового греческого города Каримфа к христианам находившимся тогда в Риме в послании Рима 28.6 святой Иоанн Златоустый получает об этом, что воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигом. Все ролик еще один закончили Пока семейный вопрос как освещает житья Есть с кого брать пример пожалуйста Мария Магдалина Она несла Слово Божие для самых знатных людей Во Славу Божию Продолжение следует... Продолжение следует...